Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из поэмы «Полтава». Читает Дарья Жуанва. Богат и знатен Кочубей. Довольно у него друзей, Свою омыть он может славу. Он может возмутить Полтаву. Внезапно средь его дворца он может мщением отца постигнуть гордого злодея. Он может верную рукой вонзить. Но замысел иной волнует сердце Кочубея. Была та смутная пора, Когда Россия, молодая, В бореньях силы напрягая, Мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы Ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый Задал ей шведский паладин. Но в искушениях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млад, Дробя стекло, кует булат. Венчанный славый, бесполезный, Отважный Карл скользил над бездной. Он ушел на древнюю Москву, Взметая русские дружины, Как вихрь гонит прах долины И клонит пыльную траву. Он шел путем, Где след оставил В дни наши Новый сильный враг, Когда падением ославил Муж урока Свой попятный шаг. Украина глухо волновалась, Давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины Народной чаяли войны, Роптали, требуя кичливо, Чтоб гетман у за их расторг, И Карла ждал нетерпеливо Их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепа раздавался Мятежный крик «Пора! Пора!» Но старый гетман Оставался послушным, Подданным Петра. Храня суровость обучайну, Спокойно ведал он Украину, Молве казалось, не внимал И равнодушно пировал. «Что ж гетман?» — юноши твердили. Он изнемог, он слишком стар, Труды и годы угасили в нем Прежний деятельный жар. Зачем дрожащую рукою Еще носит булаву? Теперь бы грянуть нам войною На ненавистную Москву, Когда бы старый Дорошенко, Или Самойлович молодой, Или на шпалей, Или Гордиенко Владели силой войсковой. Тогда в снегах чужбиной дальной Не погибали казаки, И Малороссии печальной Освобождались уж полки. Так своеволием пылая Роптала юность удалая, Опасных алча перемен. Забыв отчизны давний плен, Богдана счастливые споры, Святые брани, договоры И славу дедовских времен. Но старость ходит осторожно И подозрительно глядит, Чего нельзя и что, возможно, Еще не вдруг она решит. Кто снидет в глубину морскую Покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом Проникнет в бездну роковую души коварной? Думы в ней плоды подавленных страстей Лежат погружены глубоко. И замысел давнишних дней, Быть может, зреет одиноко. Как знать? Но чем Мазепа злей, Чем сердце в нем хитрее и ложней, Тем с виду он неосторожней В обхождении простей. Как он умеет Самовластно сердца Привлечь и разгадать, Умами править безопасно, Чужие тайны разрешать. С какой доверчивостью лживый, Как добродушно на пирах со старцами, Старик болтливый, Жалеет он о прошлых днях. Свободу славит своевольным, Поносит власти с недовольным, С ожесточенным слезы льет, С глупцом разумну речь ведет. Немногим может быть известно, Что дух его неукротил, Что рад и честно и бесчестно Вредить он недругам своим, Что не единой он обиды С тех пор, как жив, не забывал, Что далеко преступны виды Старик надменный простирал, Что он не ведает святыни, Что он не помнит благостыни, Что он не любит ничего, Что кровь готов он лить, как воду, Что презирает он свободу, Что нет отчизны для него. Издав на умысел ужасный, Взлелел тайно злой старик В душе своей, Но взор опасный, Враждебный взор, Его проник. Нет, дерзкий хищник, Нет, губитель, Скрижеща мыслит кочувей, Я пощажу твою обитель, Темницу дочери моей. Ты не истлеешь средь пожара, Ты не издохнешь от удара, Казачьей сабли, Нет, злодей. В руках московских палачей, В крови, Причедных отрицаниях, На дыбе, Корчись в истязаниях, Ты проклянешь И день, и час, Когда ты дочь крестил у нас, И пир, на коем честь и чашу Тебе я полну наливал, И ночь, когда голубку нашу Ты, старый коршун, заклевал. Так было время, С кочубеем был друг Мазепа. Вон и дни, как с солью хлебом И елеем делились чувствами они. Их кони по полям победы Скакали рядом сквозь огни, Нередко долгие беседы Наедине вели они. Пред кочубеем Гетман скрытный, Души мятежной, ненасытной, От счастья бездну открывал, И о грядущих изменениях, Переговорах, возмущениях, В речах неясных намекал. Так было сердце кочубея В то время предано ему. Но в горькой злобе свирепея Теперь позыву одному, А ну, послушно, он голубит Едину мысль и день, и ночь, Иль сам погибнет, иль погубит, Отмустит поруганную дочь. Но предприимчивую злобу Он крепко в сердце затаил. В бессильной горести, как гробу, Теперь он мысли устремил. Он зла мазепи не желает, Всему виновна дочь одна, Но он и дочери прощает, Пусть Богу даст ответ она, Покрыв семью свою позор, Забыв и небо, и закон. А между тем орлиным зором В кругу домашним ищет он Себе товарищей, Отважных, неколебимых, непродажных. Во всем открылся он жене, Давно в глубокой тишине Уже до нос он грозный копец. И гнева женского полна Нетерпеливая жена Супруга злобного торопит, В тиши ночей на ложе сна, Как некий дух ему она О мщенье шепчет, Угоряет и слезы льет, И ободряет, И клятвы требует. И ей клянется Мрачный Кочубей.